Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. Андрей Чуев оскорбляет Марину Африкантову. Она рассказывает, Андрей попросил вложиться суммой в полтора миллиона рублей в строительство дома, где мы будем жить. У меня на заработанные мною деньги совсем другие планы, покупка машины и другие расходы. Как только от меня прозвучал ответ «нет», сразу в свой адрес я получила кучу оскорблений, что я жадная, что я обязана ему. Разве это правильно? Подписчики комментируют эту ситуацию. Чуев мошенник, ты ему нужна только для пиара. Построиться и выгонить, зачем на него тратить и деньги, и время. Он тебе даже не муж. Женя Кузин подрался с Вовой Каути. Женя считает, что Вова ссорится с Катей Гужвинской только для того, чтобы сделать тему для эфира. Вова сорвался на Женю и у них состоялась небольшая потасовка. Саша Харитонова осталась совсем одна. Ее проектная подруга Лена Босс отвернулась от Саши. Она обвиняет ее в предательстве. Но о подробности конфликта пока неизвестной. В сеть попала переписка Ольги Рапунцель с парнем, в которой девушка признается, что Дима Дмитренко ей надоел, но с ним на проекте удобно, поэтому они и вместе. Скорее всего, это не настоящая переписка, такое легко подделать. Да и Рапунцель, которая постоянно следит за последними новостями в группах, очень бурно отреагировала. Она написала, это ложь и подстава, я ни с кем не переписывалась, мне это не надо. Что же вам, гадам, не живется-то спокойно? Все вам аукнется. Вика Романец продолжает заниматься музыкальным творчеством. Дорогие друзья, хочу сообщить вам радостную новость. У меня вышла вторая песня, которую мне написала моя подруга Саша Скородомова. Чувственная и душевная, как и мы, девочки. Кстати, в сети ходят слухи, что Виктория не сама ушла с проекта. Ее выгнали за то, что она не строила отношения, не проявляла активности и надела корону. А Викин уход так красиво обставили для повышения рейтингов проекта. Но якобы Вике все-таки оставили надежду на возвращение, если она придумает себе красивую историю жизни за периметром. Руслана Мишина в очередной раз побита Колей Должанским. Сегодня Коля поднял на меня руку, кулаком попал в живот, в челюсть и в очередной раз порвал одежду. Видимо, это у него фетиш. Причина – я отказала ему в сексе. Спать с ним не буду ни за какие коврижки. Телеведущая Катя Жужа устроила вечеринку в честь дня рождения своей дочки Николь. Девочке исполнилось 8 лет. Николь является большой поклонницей динозавров, поэтому вечеринка была сделана в стиле парка юрского периода. Помимо детей, было много и звездных друзей самой Жужи – Ксения Бородина, Даша Пынзарь, Лена Бушина. Также приехала вся семья телеведущей – ее мама, сестра и племянница. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!